добрый день в эфире кинопанорама с юрием рязановым и в гостях у нас александр карпеловский здравствуйте здрасте александр ну я знаю что последние наверное лет пять вы снимаете трилогию частная пионерская 1 2 3 ну конец мы наконец завершили съемки трилогии третья часть снята уже смонтирована сейчас идет извлечения так что думаю весной будет премьера знаю что в этой трилогии участвовала очень интересная такая троица это анфиса вестингаузер да анфиса вестингаузер семян трескунов вот и горкина сейчас семен трескунов таким становится уже матерым актером это вы его открыли до меня у него были какие-то опыт он снялся в короткометражке в одной носите первая главная роль была у нас правильно у нас да но мне за ним пришлось побороться еще между прочим он был утвержден на другую главную на главную роль в другом фильме и он пришел и сказал я вообще-то утвержден другом фильме на главную роль я бы так секунд секундочку договор тут же познал агента узнал что договор еще нет поэтому тут же ему рассказал нашу историю вот и мы отправили вот думать и он думал день и выбрал наш кино к тому времени мы перепробовали всех мальчиков его возраст на эту главную роль и в общем то я был в таком в легком легкой панике потому что надо снимать а герои нет ну наверное напомните нашим слушателям о каком времени идет речь фильм снимается 76 по 81 год то есть дети сначала учатся в шестом классе вот и заканчивают они школу практически у нас восемьдесят первом году я помню что у вас уже в шестом классе как бы первая влюбленность первых симпатия такой бывает вообще в жизни но бывает и конечно я сколько себя помню всем был когда-то в кого-то безнадежно влюблен нет дети влюбляются уже в пять лет конечно это постоянно мальчики в девочек и любовь вообще сопровождает человек вот практически с ранних там ранних лет эта история в общем трилогии этого история про история любви история вечной любви мальчик полюбил девочку она его нет и вот он и вот все три серии практически у нас вокруг этого крови крутится сюжет у вас очень красиво еще есть герой как бы 4 это собака вот она как ее зовут напомните сава сава и вот собака сава она в первой серии участвует почти что главный герой во второй тоже ее берут в детский лагерь тоже участвует а в третьей серии расскажите будь собака или вы ее отказались в 3 серии наши герои закончили школу и поехали в москву поступать в институт поэтому мы так собака у нас играет немножечко в качестве селебрити вот мы заявили но она уже старенькая то есть собаку ушла на пенсию ушла на пенсию собака да но мы ее все равно в 3 фильме немножко запечатлений 3 фильм другая будет собака взяла эстафету подхватила другая собака такая же талантливая так что без собаки частной пионерской никак как вы видите судьбу этого чудесная трилогия как вы думаете возьмет ли ее теле прокат кинопрокат ну я видел эту судьбу очень судьбу этого фильма очень радужно до того момента как мы его сделали вот мне казалось ну чё еще надо для коммерческого успеха два мальчика и собака и все и приключения и любовь и все ну вот тебе пожалуйста но оказалось совсем не так все фильм однозначно нашел свой свой дорогу к сердцу зрителя его смотрят его заказывают школы заказывают регионы просят нам дать нас дать этот фильм но при этом официальный прокат считает что это не формат что никому не нужно что это кино провально неинтересно и какой-то парадокс странный несмотря на то что это фильм зрительский абсолютно люди плачут смеются аплодируют выходят растирает слезы и со счастливой улыбкой на устах ну чё еще надо просто мечта кинорежиссера я знаю что этот фильм признан одним из лучших фильмов для детей и семейных фильмов того года частная пионерская 2 то есть он занял множество призов на кинофестивалях и все равно вот это никак не влияет на его прокатную судьбу я у нас для детей вообще ничего нет для детей просто может быть этот фильм он вскрывает проблему которая существует тоже очень легко спрятаться какой-то прокачки а вы не снимаете хороших фильмов поэтому не хотим их прокатывать вот сняли вот хороший фильм призрак вот мы прокатали видите как а вот частная пионерская а частная пионерская наоборот показывает что мы снимаем хорошие фильмы но вы не хотите их прокатывать уже они другие на других вибрациях совершенно потому что почему-то прокачки к фесте ощущение что нужно комедии не нужно копаться в глубину люди с попкорном не хотят напрягаться что-то там думать переживать нужно попроще зашли поржали и нормально может в том проблема что большинство прокатчиков они западная и поэтому если они не видят что фильм какой-то околозападный все-таки вот призрак фильм хороший качественный фильм но он снят по стандартам голливудским и поэтому они взяли в прокат а вот ваш фильм частная пионерская 1 2 и 3 это все-таки больше такой наш исконно русский если это так да как вы говорите на такой поверхностный взгляд потому что фильм частная пионерская абсолютно сделан по голливудским стандартам голливуд умеет цеплять за самой вот за самое яблоко понимаете они делают фильмы которые не оставляют равнодушным никого в мире не про америку они делают они про людей делают и эти люди во всем мире смотрят эти фильмы потому что они цепляют за самое вот со самое сердце у нас редко кому удается вот такой вот понимаете зацепить вот за какой-то вот заглавную струну когда зрители забыли чтобы катарсис на совет на на отечественных на российских фильмах сожалению а в голливуде дел все это все сериалы сейчас делают только на этом понимаете зрители сидят они в глаза на мокром месте вот так вот смотрят не отрываясь но то что ваш фильм цепляет и держит зрителя до конца и люди выходят с фильма и плачут это я видел на кинофестивалях чем извините плачет не плюшим собачку жалко да а плачет слезами счастья вот чё это это какой-то сложная интонация а кто снимался в этом в этих фильмах были кита актеры известные да да конечно мы в общем-то нас в первом фильме кроме наших троицы главных героев снялась юлия рутберг свет иванова рома мадянов такие вот артисты во втором фильме у нас уже значит другая плеяда хороших артистов от василий мищенко например сыграл директора лагеря но очень боясь ассоциации севстигнеевым ну как бы чтобы были такие параллели все-таки про пионерские лагеря всех возникает сразу в памяти фильм добро пожаловать осторожно вход воспрещен и там тоже был такой и встигнеев кстати чем-то похож вот фильм частная пионерская 2 на вот добро пожаловать или посторонним вход воспрещен но тем что не знаю мне кажется тем чтобы интерес смотреть просто вот этим он похож вот а во втором фильме у нас кроме васи мищенко который подхватил эту эстафету таких вот героев такой вроде строгий директор лагеря над которым ждать все смеются а вот там есть момент когда вот он падает извиняюсь в бетон он знал по сценарию что им придется там с разбегу падать там знал как он конечно от нее но он артист чувак куда деваться все понравился роль понравился проект и он в бетон упал и жертвовал разве да да жертвовал как говорится своим всем всем вот потом из молодые артисты меня там снимались илья ермолов и катя кузнецова например такую сыграли пионер вожатого и значит такую медсестру сексапильную и марьяна шульц тоже злая пионер вожатая артистка сергей баталов самым главным антагонист и сыграл такой нехарактерный для ней роль единственным роль где он сыграл антагониста но он немножко обманывает зрителей потому что мы тоже сначала в него думаю что он хороший играть на баяне в итоге он руководит бандой преступников так классический детектив александр я знаю что в последнем час на пенерском 3 там даже есть такие что машина падает под воду и там дети как бы там тонут спасают не будет какой-то опасности для для детей для героев да это пожалуй мы в третьей части уже так ну дети выросли по это надо было уровень трюков то как бы тоже повышать поэтому мы вот сделали такую историю в принципе опасности конечно не было потому что же кино это же технология мы там там с моста падает один автомобиль тонет другой автомобиль в котором все подготовлено с кучи спасателей каскадеров там и все такое но надо отдать должное все-таки актрисе анфисе стингалзе которая ходила тренировалась дышал в акваланг сначала честно отработала вот и на сказать на съемках мне было жутковато смотреть в монитор глядя как она тонет там вот машина реально уходила под воду реально вода поднималась реально она должно как бы в замкнутом пространстве находилась и в общем-то надо отдать и должен сказать спасибо потому что она девочка бесстрашная конечно совершенно такая безбашенная она с радостью это все это и сделала все великолепно и действительно есть ощущение что это ну просто вот реально играет опасность ну а семена он пловец у нас в общем-то в своем прошлом спортивном это он в первом фильме только научился плавать а так то на общем то там какой-то не разряд даже по плаванию поэтому конечно он нырял спасал тащил вот вы видели как это все происходило когда шел проливной дождь и было холодина и все стояло такие вот и дети прыгают в воду но в гидрокостюмах но все равно это смотреть ужасно это и они самоотверженно просто вообще без вопросов старались работали я полу что анфиса как бы такая бесстрашная девушка семён трескунов он уже видит себя как актером а вот егор клинаев в частном пионерском 3 он исполняет песню на английском языке причем поет очень красиво вот вопрос это он поет сам или его озвучивает такой вот не сам поет уже нас этот музыкант вот он пошел по этому пути у нее родители музыканты поэтому играет сам себя на все играет самого себя в общем-то в кино я понял что он все-таки видит себя в дальнейшем певцом певцом ну между прочим и егор после фильма час пионерской 1 дед когда он был 12 лет он занял первое место на детском голосе кстати во втором час на пинерском и горы клинаев тоже демонстрирует как он здорово умеет танцевать вот эти вот трюки да 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 ну как бы да у нее пластика потрясающий сальто делает сальто делает вот это все да как конец фильма он очень красиво падает не он падает безопасно честно у всех шок был когда ну они бежали за автобусом и он споткнулся и упал и при этом себе не разодрал все лицо упал как настоящий каскадер просто кувырком вперед встал чуть ли только ему поклониться надо было вот это была случайность но так как у нее тело натренированы уже на все это поэтому он упал с кувырком вперед и все и ничего не было и стал тут же александр спасибо вам за вот эти за интервью за фильм я думаю что он обязательно найдет своего зрителя а точнее вся страна его посмотрит потому что фильм не только добрый но он и полезный он зовет вверх и реально мне хочется чтобы это трилогия она поменяла немножко сознание россиян и я думаю и министерство культуры обратит на внимание и прокатчики и я желаю этому фильму максимально удачные судьбы спасибо вам огромное за интервью за фильм за то что вы там сама выразились я думаю эта часть все равно вас вашего мира ваще мера ощущения и у нас в гостях был александр карпиловский режиссер частного пионерского 1 2 и 3 спасибо вам огромное до новых встреч спасибо спасибо